И пока российский рубль стремительно падает, дома в российских городах тоже не могут устоять. В Хабаровске мужчина живет в бараке, где кирпичная печка просто провалилась. Со второго этажа на первый. Момент обрушения попал на видео, когда хозяин Максим жаловался на ее плачевное состояние родственникам. Причем печкой он даже не пользовался. Походу скоро печка вниз полетит. Не потому что... Ох ты, возьми! Ох ты, возьми! Ох ты, возьми! Ох ты, возьми! Представители администрации приехали, зафиксировали повреждения и уехали Соседи Максима пока съехали на съемную квартиру Около трех тысяч уходит каждый месяц на оплату квитанции за квартиру Вот этот вот барак, говорит тот А вот так живет, кстати, жена российского оккупанта Она говорит, мой муж служит на херстонском направлении А на нас сейчас сыпется потолок Ой, где мы только не писали, кто нас никто не слышит Вот и все Мой муж находится сейчас в горячей точке Под херстонском направлением По контракту служит, защищает нашу родину А на нас сыпется потолок Как он тут живет? Мы живем отсюда Так что вот там лежат у нас камни Слышите? Да, она здесь везде Может быть, кто не знает, кто больше рискует у нас Какое отношение, вот оно элементарное Везде говорят поддержка семей Ну какая поддержка, если мы стучимся в закрытые двери Нас даже не слышат, наши жалобы не слышат Управляющая компания сейчас не открывает Управляющая ее нет на месте Да, трубки не берут Они нас уже заблокировали Потому что у нас слишком большие требования Мы слишком хотим хорошо жить, красиво, правда? Поэтому они... Мы сверхъезды, но ничего нет Ничего у нас Простые вещи Все Это все канализация Все Вот она, посмотрите, она даже не высохла Ну конечно сыпется Потому что все деньги ваш диктатор тратит на войну против Украины И на разрушение наших домов А на вас как было наплевать Так ничего не изменилось И просто послушайте, как российские пропагандисты радостно насмехаются над Америкой У которой оказывается никакой инфраструктуры Да еще и дороги в Нью-Йорке со времен Рузвельта не сделаны Вот что здесь поудивляет в этом отношении Что очевидные для нас вещи Для них производят какое-то невероятное впечатление У нас 14 станций в год открыть Ну это нормально А для них А да ладно, не может быть У них там эта железная дорога уже со времен индейцев не перекладывалась Вот Ну Ну мы как-то это Для них это, конечно, поразительно Но На проблемы инфраструктуры США Обращал внимание Трамп еще во время предвыборной кампании своей Когда он избрался Я говорю Аэропорты развалены Дороги развалены Локомотивной инфраструктуры нет И в общем в этом смысле Конечно, там серьезные проблемы Вы Времен индейцев Но со времен Рузвельта Очень многие дороги там не сделаны И если мы говорим о метро То и дороги Сравнивая там Москву с Нью-Йорком Ну в принципе адекватное сравнение И по населению, да И по территории Дороги в Нью-Йорке Гораздо-гораздо хуже Чем в Москве Ну вы знаете Потому что вы там были И достаточно долго прожили Я-то не был Я только могу со слов Карлсона Об этом узнать Видели железную дорогу в Туве Которую заложил Путин В 2011 году Но ее никто не видел Потому что строительство Отложено до 2026 года Республика до сих пор Не имеет железнодорожного сообщения С остальной частью России Но об этом в зомбоящике Почему-то предпочитают умалчивать Кстати, послушайте Что ответил, кстати, Песков На вопрос о резком обвале Курса рубля Как видим, Песков Ничего не хочет слышать И говорит, что у них там В Кремле удовлетворение А почему они не могут Просто заморозить доллар Как ютуб? Кстати, цели так называемого СВО Вряд ли уже будут достигнуты На наших глазах Развивается миф О том, что Россия встала с колен Развилось представление о том Что они, вторая армия мира И так называемая СВО Не будет победоносной Так, кстати, говорит Зет Патриот Он подводит итог Тысячного дня Путинской военной авантюры И признается, что теперь Им уже что-то не очень нравится Война Пошла вторая тысяча То есть мы разменяли Первую тысячу дней войны Три четверти Вот Великой Отечественной Может, считайте Считайте Что получилось Цели СВО вряд ли уже будут Достигнуты Такими, какими они были Объявлены в феврале 2022 года В общем, печально все получается Пока на этом тысячедневье Если отмечать Вот Получилось Такое развенчание Что у нас Да, во-первых На наших глазах Развеивается Пропагандистский Такой конструктор Или миф Назовите как угодно Что мы встали с колен На самом деле не встали Мы оказались Что в промышленном плане В инновационном У нас все очень печально Второе Это Так сказать Развеялось Развеялось представление То, что мы Вторая военная сила мира За эти тысячи дней Казалось Что прежняя Медийная политика Что у нас Аналогов нет Нашему оружию Оно неотразимо Что это не совсем так Вот что отметит враг За итогом этих тысяч дней Вы сделаете твердый вывод У вас кадровый антиотбор Вас просто не хватает А не только наверху У вас просто Не хватает Военных кадров У вас нет подготовки Да, на Украине Тоже не идеал Понятно Но вот у вас Просто вопиющий Провал Вы понимаете Что так называемая СВО Вернее Это война Конечно Она не будет победоносной Счастливой Да, будет очень Неопределенный Ее финал Это заморозка В российских СМИ Все чаще звучит Неудобная правда В высоких потерях Которую предпочитают Замалчивать И скрывать Российские власти А уж что на ток-шоу Тысячу, и не десять. О вооруженных силах потери, это же вовсе не обсуждается, да, и нигде этого не найдешь. Ну вот вагнеровцев можете судить. А то, что украинцы готовятся к обороне, а сейчас уже официально план обороны, да, а боеспособные части никуда не делись. Есть. И резервы стараются готовить. А каждый километр захваченной украинской территории дается такой высокой ценой, и что об этом начинают уже говорить открыто даже в СМИ федерального масштаба. Видимо, порог чувствительности все же есть. И нынешний уровень потерь подступил к нему очень близко. В 2024 году российскими героями признаются зэки, импортозамещение провалено, производство мертво, экономика в предсмертных конвульсиях, все политические оппоненты действующего лидера убиты или посажены, соседи доносят друг на друга, идет война, а Путин, оказывается, сделал все, чтобы жизнь в стране была лучше, чем в 90-е. Это, кстати, говорят сами россияне. Слышали, наверное, о том, что Путин набрал 87%. Да. А как вы думаете, это действительно так? Или, возможно, что-то как-то пририсовалось? Я считаю, что это действительно так. У нашего президента огромный кредит доверия среди населения, и этот человек стремится сделать так, чтобы наша жизнь в стране была намного лучше, чем в те же 90-е после развала СССР. То есть, ну, я думаю, что заслуженно. Я считаю, что этот человек, он имеет такой значительный вес в данной военной операции. И моя позиция такова, что надо довериться нашему лидеру. И, учитывая, что был назначен новый министр обороны Белоусов, мужчина, которого тоже я очень уважаю, я думаю, что все будет согласно плану. А как вы думаете, почему сейчас молодежь все больше и больше не поддерживает Путина? Я не знаю за молодежь, я положительно отношусь к нашему президенту, к его действующей политике, поддерживаю то, что он делает. В целом, те решения, которые он принимает, и насчет социальных поддержек и так далее, то, какие возможности этот человек дает, как ведется работа, ну, я лично не имею ничего против, я максимально поддерживаю и всегда высказываюсь о нем крайне уважительно. Друзья, на этом все. Обязательно напишите свой комментарий, для меня это очень важно. И до следующего выпуска.